Как видите, с моего экрана сегодня будет немного необычная презентация. Давайте сначала представлюсь. Меня зовут Дима, я техлит в компании SoftServe. И лет пять назад я начал увлечение с теорией алгоритмов и структурами данных. И, собственно, сегодня я хочу с вами этим и поделиться. И необычная презентация будет в том, что у меня нет слайдов, и мы все будем рисовать. То есть передо мной лежит планшет, и все, что я буду рассказывать, я буду стараться как-то рисовать. И, возможно, мы зайдем в какие-то детали, которые будут непонятны, и мы сразу сможем посмотреть, как это все работает. И, собственно, почему я вообще подумал сделать такую презентацию, помимо обязательного требования к ассессменту? Еще так же, потому что я недавно сдавал КЕ в SoftServe, и очень много моих знакомых тоже сдавало КЕ. И что я слышу от людей, что в момент сдачи КЕ мы перешли с Abiletone, у нас .NET Web 2.0, .NET Web 3.0, и там понизились требования к алгоритмам. То есть у нас есть там прям Knowledge Model прописано, что мы должны сдавать алгоритм на Qualified на текущий момент. И очень много людей начало радоваться тому, что ура, у нас не нужно знать алгоритмы, не нужно их учить. Вот. И я начал спрашивать у людей, почему так происходит, почему все не хотят их, почему никто не хочет их сдавать. И в основном, что я понял, люди просто их боятся. Боятся, как .NET-чики JavaScript. И что сегодня я хочу сделать, это провести такую маленькую экскурсию по каким-то страшным местам, и показать вам, что на самом деле это не так страшно, и во многих местах даже очень интересно. И что важно, что всю эту тему с алгоритмами не раскрыть за 45 минут. Я могу вещать и 5 часов, и 6 часов, поэтому мы будем стараться не уходить в какие-то дебри. И очень много вопросов останется вопросами для того, чтобы вы подумали, и если вам это действительно будет интересно, вы сами могли посмотреть. Ну, естественно, после презентации вы меня сможете найти в софтсерве и спросить все, что вам интересно. Поэтому постараемся вложиться в наши 45 минут-полтора часа с вопросами. И меня можно перебивать и спрашивать прям сразу, если вам что-то непонятно и интересно. Вот. Перед тем, как мы пойдем дальше, вы видите, что у меня слово forget с ошибкой. И тему можно понимать как алгоритмы, которые вы уже можете забыть, потому что у нас Abileton теперь на Qualified, и много алгоритмов уже знать не нужно. Или же алгоритмы, которые вы могли уже забыть, и, возможно, вам стоит просто освежить какие-то знания или еще раз пересмотреть их. И предлагаю идти дальше и поговорить о том, вообще нужны разработчику на сегодняшний день знания теории алгоритмов и структур данных. Как вы считаете? Если можно, только не пишите в чат, потому что мне его неудобно читать. Просто говорите в микрофон. Конечно, нужны. Мы же, по сути, являемся инженерами. Инженер не должен быть связан ни на язык, ни на тот привычный скоп задач, который он делает. Да, отлично. А еще есть какие-то мнения? Может, кто-то считает, что не нужны? Очень много людей. Опять же, я считаю, например, что только частично нужны. Есть какие-то алгоритмы, которые мы действительно используем каждый день, а есть алгоритмы, которые тебе имеют смысл только по необходимости вспоминать, просматривать и уже туда что-то с ними действовать. Например, балансировка как раз на черного дерева. Я понимаю, что я эту штуку когда-то имплементил, но сейчас я ее не помню. Я не считаю, что это то знание, которое я должен держать в голове. Дима, не нужны, пока не понадобятся. Не нужны, пока не понадобятся. Классно. А вот не нужны, пока не понадобятся, ты сидишь все время, клепаешь какие-то формочки, например, и планируешь этим заниматься оставшееся время в своей жизни. Нужны ли тебе алгоритмы? Ну, тут два отрицания. Я как раз с этим имею в виду, что нужны. Ага, хорошо. Ну, из тех, которые, аргументы, которые я слышал от людей и пособирал по интернету, почему же они не нужны, то говорят, что вероятность, что они понадобятся, близится к нулю. Что знание алгоритмов обычно не делает вас хорошим специалистом. Что, по сути, тоже верно. От того, что вы знаете, как работает красно-черное дерево, лучше код выписать не стали. И что самое интересное, очень часто знание алгоритмов, когда, знаете, студенты участвуют в олимпиадах и очень хорошо знают алгоритмы, очень часто это несет вред, потому что человек не имеет достаточно опыта для того, чтобы узнать, что такой алгоритм уже где-то готов, а просто берет, бездумно реализовывает его или даже думая реализовывает его. Но никто не гарантирует, что он будет работать так, как нужно на всех данных. И сама по себе реализация алгоритма, она, если это сложный какой-то алгоритм, она не сказать, что она сильно читабельная. Вот, поэтому можно сказать, что все-таки вред она тоже несет. Еще очень интересно, что в аутсорс-компании важно то, что мы продаем какое-то решение клиента. Очень много людей говорит о том, что мы можем продать неоптимальное решение, а потом привлечь клиента, продлить контракт, и у нас будет оптимальное решение. То есть, по сути, такие есть аргументы. Но из положительных вы почти все назвали, что чтобы понимать, как что-то работает внутри, нам нужно знать, как оно работает на низком уровне. Потому что, если мы не знаем, то для нас просто какая-то магия происходит. И вообще, в принципе, через пару лет IT — это такая отрасль, она будет очень хайповая. Очень много людей на сегодняшний день начинают понимать, что нужно развиваться именно в IT-сферу. Представьте, через пять лет 80% задач будут решать школьники, которые уже сейчас поступают в университеты на IT-специальности. И где тогда будем мы с вами? Через пять лет 80% задач джуниров будет решать искусственный интеллект. В лице индусов, которые будут сидеть и параллельно писать. Они же там как-то... Ну, это на начальном этапе. Это на начальном этапе. Но в конце концов, когда-то все-таки он будет в железе, а не в индусах. Ну, суть искусственного интеллекта. Что-что-что? Говорю, вся суть искусственного интеллекта, где-то есть индусы, которые... Да, ну, они уже представили как раз... Да, недавно был скандал по этому поводу. И, по-моему, они его продали, да, этот искусственный интеллект? Да. Ну, в общем, какой, собственно, самый важный для меня аргумент в пользу того, что нужно знать алгоритмы, это то, что если каждый будет говорить, что алгоритмы не нужны, и он клепает формочки, то что будет с нами, что будет с этим миром, с техническим прогрессом? То есть люди там даже не попробовали, а может быть, они такие таланты, которые изобретут какие-то мега-крутые алгоритмы, которые решат кучу наших проблем, ну, или принесут кучу проблем. В общем, с этим все вроде бы кое-как понятно. Предлагаю посмотреть примеры, когда вот алгоритмы, например, нужны в реальной жизни. Тут пока рисовать особо нечего, поэтому можно просто смотреть. На самом деле я в жизни не встречался с реализацией алгоритмов в продакшене, такие, что мне нужно самому сделать, но нашел пару примеров, когда понимание алгоритмов требуется все-таки. Например, один из которых, возьмем тот же .NET, человек, разработчик, получает какие-то длинные строки, очень длинные, и по этим строкам есть какие-то значения. И к этим строкам нужно очень часто обращаться, чтобы считать или изменить эти значения. И что делает разработчик? Он просто закидывает это все в дикшенери наш стандартный. И, по сути, это хэш-таблица под капотом. И, в принципе, поначалу все нормально, но как только это выкатывается на продакшен, растет немного нагрузка, то все начинает очень сильно тормозить. А все из-за того, что просто вычисление хэша по строке занимает линейное время. И если очень много обращений, .NET нигде не хэширует значение, которое он высчитал. Каждый раз ему приходится высчитывать, это занимает очень много времени. Или, например, одна из ситуаций интересных, когда разработчик писал код, там была какая-то сортировка, он вызвал ArraySort, все работает хорошо, заливаются на продакшен, и, в принципе, все работает, тесты написаны. Но там через месяц, может, два, или через какое-то другое время начинают случайно падать тесты. Никто не понимает, что происходит, думая, что там отпал Docker контейнер или еще что-то, какой-то сервис не работал. В итоге тесты падают все чаще и чаще. Причина была в том, что ArraySort – это нестабильная сортировка. Нестабильная сортировка говорит о том, что если два одинаковых объекта сортировалось, если они, ну, у них одинаковый ключ, по которому они сортируются, то нестабильная сортировка не гарантирует каждый раз порядок сортировки, что он будет сохраняться. А, в свою очередь, линкью метод ордербай, он гарантирует это. Ну, тут питание в первом кейсе, реально, по кількості, точнее, по инпутах, типа, я кількість даних очікувки, то есть, алгоритм паратизации, розумение того, как ты писаешь, это валидно, но, если у тебя есть задача, там, покупать, знаю, сотнюю строк, с женой, и когда тебе приходят несколько тысяч строк, то еще больше идешь, это совсем больше. Да, абсолютно. А в другом кейсе, это, ну, страшно, не до алгоритм, но следующее вопрос до узнания стульев, которые ты используешь, потому что тот самый сортирован, он не тихал ручками, а он просто кучал и выкладывал, и он не знал, что, как он говорил тебе, ну, в принципе, да, тесты могут быть написаны плохо, но дело в том, что в МСДН-документации описано, какая сортировка, например, стабильная, а какая нет, и просто, ну, без понимания, что это значит, оно не дало ожидаемого результата. Еще одна задача, которую я себе придумал в голове, попробую вам ее сейчас описать, а вы мне расскажите, как бы вы ее решали, например, без знания теории алгоритмов. Хотя не сказал бы, что она тоже сейчас сильно поможет. Предположим, у нас есть логи, которые писались в базу данных, они писались уже там лет пять, накопилось очень много данных, и в какой-то момент заказчик говорит, я хочу на сайте аналитики выбирать, то есть у меня есть какой-то график этих логов, я хочу выбирать ползунками время от начала, время до конца, двигать их в режиме реального времени и получать какую-то группировку или сумму, например, количество просмотров с этого времени по это время. Ну и там уже больше нескольких миллионов, или придумайте сами, сколько записей. То есть на backend нам передается время timestamp, дата-время начала, дата-время конца, и нам нужно очень быстро в этом промежутке среди большого списка данных считать какую-то сумму, например. Как бы вы это делали? Индексы. Индексы. Это сказал Серега, который знает, как это делать со стороны базы данных. Вообще есть идеи? Ну, ситуация даже схожа с реальной ситуацией. Было нам на условии, что уже снять численность данных, подивнув фильтрацию, в результате это уже кончилось, потому что миссиолога просто мигранула, зала, фиксирующая. Когда я говорю индексы, я подразумеваю, что данные будут тут, опять же, размещены определенным образом, то есть из себя создастся битрик, который как раз поможет тебе искать отрезки нелегко нужной пуске данных. Тоди выникает вопрос по перформансу, когда будет задаваться, плюс объем этого индекса. Все будет нормально на записи, опять же. Если будет проблема с записью, тогда просто добавляется партиционирование, то есть типа будет держаться не одно древо, а несколько, вот и все. Окей, ну, серьезное экспертное мнение это достаточно важно, но лично я для себя не представлял, как такую задачу сделать, по крайней мере, сходу. И что мне помогает, это помогает то, что я знаю, какая структура данных и какой алгоритм используется, если это все реализовывать самому. Конечно, это никто не будет делать в продакшене, в этом может быть куча проблем, но, по крайней мере, структура данных называется сегмент 3. Эта структура данных помогла мне нагуглить варианты, как это можно сделать, как это можно сделать уже с другими механизмами, что есть в стройного скейл-сервере, что есть, какие библиотеки на сегодняшний день существуют. Ну, в общем, это один из примеров, почему алгоритмы все-таки помогают разработчикам решать какие-то задачи. Окей, не будем пока что в это все углубляться. Предлагаю просто пройтись по каким-то, на мое мнение, таким интересным вещам в теории алгоритмов, чтобы вас заинтересовать, чтобы у вас появилось много вопросов и после этой презентации, возможно, вы искали на них ответы. И тема, с которой я хотел бы начать, это динамическое... А, нет, для начала нужно понимать, как вообще алгоритмы сравниваются, верно? Мы все привыкли говорить какое-то магическое O от N или O от N квадрат. Кто-то знает, что это вообще такое? Сложность. Да, сложность. Асимтетическая сложность. И когда мы говорим о O от N квадрат, мы подразумеваем, что, например, сортировка тем же пузырьком bubble sort, она работает не быстрее, чем за O от N квадрат. По сути, вот это наше O от что-то, это O от какой-то функции. Внутри этого O. Внутри этого O. И что нам это выражение говорит? Что с ростом N, с ростом N время алгоритма будет расти не быстрее, чем будет расти вот эта функция F от N. То есть, чем больше мы будем добавлять N сюда, увеличивать результат, то время алгоритма будет расти не быстрее, чем N квадрат. В принципе, все понятно. Вам понятно? Да. Да. Но самое интересное то, что если я скажу, что асимптотическая сложность пузырьковой сортировки O от N в кубе, я все равно буду прав. Потому что O от N в кубе, оно также выполняет условия для пузырьковой сортировки. С увеличением N время будет расти не быстрее, чем вот эта функция F от N, в нашем случае N в кубе. То есть, если оно в квадрате, то 100% будет медленнее N в кубе, верно? И это самая большая путаница про O-нотацию. То есть, когда все говорят big O, на самом деле они имеют в виду не big O, а на самом деле все говорят про theta от N. или точнее theta от какой-то функции от N. Это такие уже немножко, наверное, уже дебри. Но я, в общем, расскажу, что это значит. Theta от N в отличие от O, она означает, что с ростом N время работы будет расти асимптотически пропорционально, то есть, одинаково, с ростом функции F от N. То есть, это именно то, что мы подразумеваем. А кто-то вообще задумывался, что значит вот это асимптотически? Наверное, нет. Или да? Ну ладно, я тогда расскажу по-былинкому. Худший при количестве элементов вариант. Что-что-что? Моихудший вариант при стремлении количества элементов, перебираемых к N. По сути, да, но есть способ доказать это чуть-чуть по-другому. Сейчас, собственно, попробую показать. Асимптотически означает, что если у нас есть какая-то theta от функции от N, то пропорция, то есть, если результат этой функции поделить на саму эту функцию, должен равняться единице. То есть, они должны быть одинаковы. Но конкретно вот это значение говорит, что они одинаковы. Поэтому нам нужно добавить понятие асимптотически. Асимптотически это при условии, что N стремится к бесконечности. То есть, чем больше мы увеличиваем N, тем вероятнее всего результат будет стремиться, то есть, тем больше эти функции становятся одинаковыми. Например, мы посчитали для нашего алгоритма, вот четко просчитали каждую операцию, которую он делает. И у нас получилось, например, 3N в кубе плюс 2N в квадрате плюс 5, например. То есть, это было 3 цикла вложенных трижды, 2 цикла вложенных дважды и каких-то 5 других операций. Так вот, с увеличением N все значения, кроме вот этого N в кубе, не имеют никакой вообще важности. То есть, если мы там в N бросим миллион значения, то функция N квадрат уже не будет вообще никакого отношения, ну, она никак не повлияет на график практически. В том числе и тройка, и все вот эти пятерки, ну, то есть, все константы. И поэтому мы говорим о симптотической сложности. То есть, мы выбираем ту, которая при росте N, которая будет расти точно так же. И поэтому мы говорим, что это O от N квадрата. Хотя, например, мы можем пройти дважды. По этому массиву как-то неоптимально, например. Окей, это… Есть какие-то вопросы по этому? Окей, наверное, нет. Ну, в принципе, я думаю, все прекрасно понимают разницу между этими функциями. То есть, если взять, например, входящее N и время, которое это от N, то, например, если мы возьмем O от единицы, константное время, то есть оно выполняется независимо от того, какой на вход будет аргумент. Оно будет здесь где-то вот так идти. Даже, наверное, не вот так, а вот так. Оно не двигается. То есть, выполняется молниеносно. Следующее у нас идет O от логарифма. Логарифм от N. И есть, например, O от N. Как вы думаете, какой из них работает быстрее? Есть идеи? O от N и O от логарифма N, правильно? Какой из них быстрее работает? Ну, логарифмически всегда говорят. Да, а почему? Вообще, если просто взять логарифм и быренько так окунуться в ту же математику, то логарифм по основанию 2 в нашем... Ну, обычно принято так говорить от N. Это будет какое-то число X непонятное. Так вот, если вернуться, это в какую степень нужно возвести 2, то есть вот это число X, чтобы получить N. То есть, например, если у нас входящих будет миллион элементов, то где-то там за 20 операций мы уже сможем что-то сделать. То есть алгоритмам потребуется всего лишь 20 операций. То есть логарифм от N – это очень быстрая функция. Там дальше идет O от N. Она гораздо медленнее. Потом какой-нибудь N логарифм N. Ну, тут перемножение, но это достаточно тоже быстрая операция, как O от N практически. Ну и дальше такие медленные операции, как O от N в квадрат, N в кубе, O от N в квадрате, в кубе, и 2 в степени N и так далее. Окей, тут в принципе все понятно, да? Или есть еще вопрос? Огонь. Тогда предлагаю пойти дальше. Подожди, вопрос. А какая операция? Что должно быть в функции, чтобы это был алгоритм? То есть ты там говорил, N в кубе, допустим, да, это 3 выложенных условия, да? Это 3 выложенных. Алгоритм тогда это что? Так. Еще раз, твой вопрос. Какой должен быть алгоритм, чтобы был логарифм, да? Алгоритм, да. Вот, например, бинарный поиск, он работает за логарифмом. То есть у нас есть какой-то, у нас есть какой-то, давай возьмем, Бринка посмотрим, там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 элементов, и мы ищем, например, двойку. Бинарный поиск, он работает по принципу, мы находим половину, то есть возьмем, например, четверку, то есть половину массива, и мы смотрим, там, двойка больше или меньше, и отсекаем половину, то есть мы разделили на 2. Если 2 в степени х, то это много раз умножали на 2. Хорошо, сори, тогда я чуть-чуть поменяю. Как мне понять, что мой алгоритм, это алгоритм? Ну, нужно считать. Ага, считать, да. Да, конечно. То есть таких правил, каких-то там сразу же нету, критериев, да? Ну, если он, например, работает с деревьями и постоянно отсекает половину дерева в какой-то операции, то, скорее всего, это логарифм. Ну, мы к этому еще придем. Окей, такую тему, которая считается больше, наверное, недооцененной в мире алгоритмом, называется динамическое программирование. Обычно они говорят как то, что вы выучили в университете, а потом забыли на всю жизнь. Расскажу вообще, что это такое и зачем оно нужна и какие задачи она решает. Но для того, чтобы понять вообще, как это работает, я предлагаю начать с того, чтобы рассмотреть последовательность Фибоначчи. Знаете, что такое Фибоначчи? Это то, что мы пишем на карточках при эстимейтах. То есть это два предыдущих числа дают сумму текущего числа. Как-то так. И правило для того, чтобы посчитать какое-то число Фибоначчи, то есть, например, F какой-то N на Фибоначчи, это равняется два числа назад плюс одно число назад, где, например, F нулевое равняется нулю, а F первое равняется единице. Такая система. И, например, по-быренькому напишем, как этот алгоритм можно реализовать на каком-нибудь выдуманном языке, похожем на JavaScript. как эта функция Фибонача принимает число, которое мы хотим посчитать. Например, если это число равняется нулю, тогда мы вернем ноль. Если это число равняется одному, тогда мы вернем единицу, а в остальных случаях мы возвращаем эту же функцию, рекурсивно вызывая n-2 плюс n-1. То есть мы просто взяли эту систему, вот эту, и перенесли обратно на в дальнейшем. Да. Огонь. Давайте посмотрим, как такая рекурсивная функция работает и и считает третье число. Наверное? Первое. Нулевое. питает и так дальше. По сути, видна проблема из-за того, что мы рекурсивно вычисляем элементы, которые уже были посчитаны, нам приходится их еще раз вычислить. И это только пятое число. Если мы возьмем шестое, седьмое и так дальше, то это дерево будет гораздо больше. Хотя все, что нам нужно, это всего лишь посчитать вот это. Верно? И если вообще посчитать сложность алгоритма текущего, рекурсивного, то как вот считать ее? Вот у нас есть все дерево, не хватает какой-то его части. То есть уже от F1 мы не считаем ничего, и тут такая совершенно маленькая часть, которой будет не хватать. Но предположим, что у нас есть все дерево, которое нужно посчитать, то здесь у нас одна операция, здесь умножаем на 2, здесь количество операций у каждой из этих операций, у каждой из этих, есть еще по 2, то есть еще умножаем 2 на 2, и получается еще 1 на 2, и получается это 2 в степени n, то есть это будет 2 в степени n. И, ну а так как нам не хватает половины дерева, ну то есть какой-то части, пусть даже это будет половина дерева, мы можем разделить всего лишь на 2, и получится 2n-1. То есть реальная сложность 2 от n-1, и это очень долго, то есть если мы уже включим там, например, 50 элементов считать, то быстрее наш компьютер выйдет из себя выйдет стек оверфлоу, или если у него не будет стек оверфлоу, то быстрее солнце сгорит, чем он его посчитает. Да, как видно алгоритм очень неоптимальный, и собственно динамическое программирование призвано для того, чтобы решать такие алгоритмы, такие у которых есть, когда мы знаем, как вычислять каждый шаг, для того, чтобы посчитать текущий, и у нас есть база каких-то предыдущих шагов. И вот собственно динамическое программирование решает эту задачу. Оно разбивает задачу на маленькие шаги в какой-то конкретный момент времени, и опираясь на них мы можем решить дальнейшие шаги. Я предлагаю не писать код все время в планшете, а предлагаю писать код и здесь тоже. Так, давайте посмотрим, как вообще действовало динамическое программирование в текущий момент. Я открою какой-то уже до этого созданный пример. Тут нам не важно, что это деревья генерируются, они нам понадобятся чуть-чуть попозже. Вот, и попробуем написать код, который это делает с использованием динамического программирования. То есть, например, у нас есть оно возвращает число, так, назовем его Fibonacci, и оно принимает какое-то число на вход, верно? Не хочет форматировать, ну ладно. Сейчас мы подзависли. У меня слышно? Да. Да, слышно. Нравится. Не заставляй меня писать код на листике. Ладно, я пока расскажу, пока он отписает вообще принцип, как это будет считаться, для того, чтобы сталкиваться. у меня зависли только он. Мы в кроссофте не умели писать алгоритмы. Да, и не видно, что я рисую. Вот, блин. Так, ну, я подвис. У меня все должно было пойти не по плану, но только не это. Попробуй сцепить. Маркесин залезает. Так, сейчас, такой шеринг. Так, мы отпали. Сополбочий начинай стримить. Сополбочий? Так, ладно. Пока мы думаем, как включить обратно все. Есть у кого-то идеи, как бы он решал эту задачу? В хэш-таблицу результат закидывать, который уже посчитан. Самый простой вариант. Еще можно вообще ручками по идее через цикл перемножать. Самый простой момент. Я такой не помню уже как, чтобы посоминать. Вот этот, давайте начнем с первого варианта. Это что ж такое? Первый вариант, который говорит Андрей, это записывать уже посчитанные значения. Есть такая техника, которая помогает работать с рекурсивными функциями, чтобы они не вели себя так плохо, как сейчас. Называется memization и, собственно, кэшировать уже посчитанные значения. и мы бы могли ее написать, если бы у меня все работало. Если я отпаду, то я стараюсь. У тебя ноут завис? да, у меня ноут завис. Может, перезагрузи его? самое главное, что завис на самом интересном. Так что мы все ждем. Это хорошо. Увидимся после рекламы. Антиреклама Microsoft или еще там зависла. Макбучин подобный макбук. Ты шо? Блин, это что-то в этом мире не так. Наверное, скоро солнце погаснет. А с макбук завис. Дима, то я тебя залазил. Я хотел спросить, а че не в райдере? Ну, промолчал. Дима? Скорее, он положен. Да. Может, он заранил этот код с 2N в минус 1. Ждем, пока сгорит солнце. дима, да. Дима, да. Да. Дима, да. Да. Спасибо. Спасибо. Давайте быренько не обращаем внимания на то, как это все выглядит. Название переменных неважно. Так, у нас есть… То есть как это будет работать? У нас должен быть какой-то массив, который хранит количество этих элементов. То есть назовем его dp, потому что dynamic programming, не знаю почему так. Это будет new int на n элементах. Где dp нулевой по нашей формуле будет равняться нулю. Первый будет равняться единице. А уже начиная со второго… А уже начиная со второго, мы будем говорить о том, что текущий элемент равняется 2 прошлых плюс 1 прошлый. И что нам нужно будет вернуть, это… Что нам нужно вернуть, это последний элемент. … То есть n-1. И попробуем запустить. Не забыть давать проверку, если n будет меньше 5… Ну да, да, понятно, что в общем можно проверок подобавлять. Но хочу главное просто идею какую-нибудь вкинуть, чтобы вы понимали, как оно работает, и мы вернулись к более интересному. Так, вот, в принципе, работает. Можно сделать, что еще на n плюс 1, это уже такая техническая деталь. На самом деле этот алгоритм уже работает за o от n. Все понимают, как он работает. Давайте, кто не понимает, как это работает? Огонь, все понимают. То есть этот алгоритм работает за o от n, но у него есть один минус, он занимает память n. То есть этот вариант тоже уже научились решать. Делают… Давайте напишем второй, чтобы мы их сравнили. В2 у нас. И делают три переменные. То есть, например, переменная a равняется 0, переменная b равняется 1, а c пока что неважно, чему она равняется. Но смысл в том, что мы делаем тот же цикл. и мы говорим, что c равняется a плюс b, то есть это текущее значение c, а a и b – это предыдущие, где a – это два элемента назад, а b – это один элемент назад. Получается, нужно теперь перепрессовать. a равняется b, вернулись обратно, и b равняется чему-то c текущему. И что нам нужно вернуть – это текущий элемент. Так, попробуем поменять на Fibonacci v2. Так, запускаемся. И да, то же самое. Ну, на самом деле, есть еще формула, где Fibonacci с точностью 99% можно вычислить без циклов, но я ее наизусть не помню. Главное, что вы знаете теперь, что она есть, и вы можете ее посмотреть. Окей. Закончили с Fibonacci. Я расскажу, тоже не будем останавливаться долго на динамическом программировании, я расскажу, какие вообще задачи решаются с помощью динамического программирования. Одна из самых интересных задач, на мое мнение, это называется задача упаковки рюкзака. Как бы реализацию можете посмотреть сами, но задача состоит в том, что, представьте, вы, например, пришли, например, к вам в компанию пришла новая почта и сказала, хочу написать такой алгоритм, такую программу, когда вы будете мне оптимально загружать машину. То есть, есть груз, у которого есть цена и объем. И вам нужно загрузить машину так, чтобы она увезла самую большую цену, то есть, чтобы они максимально денег заработали, например. Похоже на задачу канавеяжера. Да, похоже, в общем. Вот уже, кстати, новые алгоритмы. В общем, и у машины есть какой-то объем, по которому она ограничена, а цену хочется увезти самую большую. И классическая постановка задачи называется «Задача упаковки рюкзака», и она решается динамическим программированием. Это один из моментов, где я оставлю вам вопросы, и вы сами дальше будете, если вам это интересно, посмотрите. Предлагаю перейти к следующей теме. Она достаточно объемная, называется «Деревья». Потому что мы как бы уже начали потихоньку рассматривать деревья, но как бы к этому не дошли еще. И почему-то деревья вызывают у всех людей какой-то страх, что ли. Ну, давайте избавимся от него. То есть что вообще, по сути, такое дерево? Это набор вершин, связи между ними. То есть, по сути, это граф, у которого нет петлей, то есть каких-то ребер, которые сами в себя входят. И у них только один путь с одной вершины в другую. И у какой-то вершины всегда есть рут. То есть вот это – это дерево. Рут мы можем выбрать любой. Мы просто деревья привыкли видеть вот в таком стиле, наверное. Вот в таком. Не все исправляет. Вот. То есть в нашем случае это какой-то рут. А вот это все. И все остальные – это листья. Вот. Но, как вы поняли, по вот этому примеру дерево может быть любым. Не нужно путать. Дерево может быть и таким. И ничего в этом страшного. А то дерево, в котором всего лишь два чайлда, как это сказать, два ребенка, что ли. Вот. Эти деревья называются какими? Бинарные. Красно-черными. Да, тоже можно. Бинарные деревья. Красно-черные. Окей. Да, по сути это бинарное дерево. А если я расставлю, например, тут значения. То есть тут 10, тут 8, тут 11, тут 20, тут 3, 5 и 7, например. Я ничего не нарушил? Все, порядок? Можно делать? Двадцатка непонятная. Тоже и опять 7 непонятно тоже. Это очень... А, тройка, но вообще оно... Это не бинарное дерево поиска или как оно там называется? Да, верно. Не нужно путать бинарное дерево поиска и бинарное дерево, потому что это два разных дерева. В бинарном дереве нам нужно только, чтобы у него было два чайлда. Ну, меньше двух. Или один, или два, или ни одного. А как раз в бинарном дереве поиска дополняется еще одно условие. Помимо того, что оно должно быть бинарным деревом, оно еще должно... Левый узел, левый чайл должен быть меньше, чем правый. То есть, например, здесь 5, здесь 1, здесь 7, здесь 20, здесь 13, а здесь 21. Вот теперь это валидное бинарное дерево поиска, верно? Да. Но, что самое интересное, многие все еще все так же не понимают, как происходит... Какая сложность поиска в бинарном дереве поиска? Вот так скажу. Сейчас вздумывались? Логарифм от N. Смотря как искать. В ширину или в глубину. Ну, да, будем искать в глубину. В глубину. Логарифм от N. Да. Очень часто говорят, что это логарифм от N. Ну, если мы построим, например, валидное бинарное дерево поиска... Ну, тут лучший и худший случай можно рассматривать. Ну, это сложно всегда говорится при худших обстоятельствах, в самом худшем состоянии, но сюда будет логарифм N, если мы представим... Погоди, если самый худший случай, то это N. То есть, самый худший случай у нас вот нарисован. По сути, список только левые дети всегда null. Да. И, получается, сложность будет реально O от N. Но правильно говорить, что в бинарном дереве сложность O от H. H – это высота дерева. То есть, от его child до самого рута. И почему говорят O от логарифм N? Потому что обычно путается сам по себе поиск в бинарном дереве поиска и поиск бинарный. Это... Они очень похожие алгоритмы, у них одна идеология, но выполняются они с разным временем. Я начинал уже когда-то рисовать бинарный поиск. Все знают, как он работает? Нет смысла его рисовать? В глубину или ширину? В глубину. В бинарный поиск, он работает только в глубину. Как он... А как в ширину в бинарный поиск искать? В рекурсивном тоже. В ширину? Ну, можно, можно, да. В 10, 5, потом 20, потом единица, 7, 13. Да, но это же... Девозврат надо реализовывать на... Ну, это просто перебор, будет заключение. Это не поиск, все правильно. Это не поиск, это обход дерева, а именно поиск в глубину, все правильно. Да, поиск должен быть в глубину, потому что не зря у нас есть правило, что левое меньше, чем правое. Левый child меньше правого child. Чтобы мы могли быстрее сравнить. То есть, мы ищем, например, единичку, мы заходим, сравнили с десяткой. Ага, такие, но меньше. Вот мы отсеяли половину дерева. Пошли дальше, пятерка. Ага, меньше. Отсеяли половину дерева, которое идет от пятерки. И вот единичку мы ее нашли. Еще зависит от того, ты ищешь значение или группу значений. Это уже сложно. Ну, типа, тогда у тебя разворачивается вся логика, смотри, относительно чего. Что этот поиск сит не всегда будет быстрее, чем сканирование. То есть, чем перебор всех в ширину. Поиск именно в глубину по одному не всегда будет быстрее. Не всегда быстрее? Нет, не всегда. Еще можно потеряться. Я не представляю ситуацию. Ну, допустим, смотри, тебе нужно забрать значение от 13 до 20. Ага, я понял. Понял? Ты каждый раз будешь спускаться, если искать по одному, то ты будешь спускаться каждый раз до уровня 13, забрал, потом забрал 14, 15, 16 и так далее, типа до 20. А если этот перебором, ты раз спустился до уровня 13, и знаешь, что у тебя этот уровень заканчивается на 20, то ты сразу отгибаешь все. Это перебор уже будет. Ладно, мы к этому сейчас еще придем. Вот обязательно у меня есть этот момент интересный, мы к нему вернемся. А сейчас предлагаю рассмотреть такие варианты. Два известных алгоритма, вы их уже назвали, по обходу этого дерева. Это поиск в глубину и поиск в ширину, верно? Да. Так, мне нужно чистое красивое дерево. Вот это будет. Так, и если мы возьмем, например, наш поиск в глубину, то он самый простой для понимания, он идет, точнее для реализации, он идет в глубину, идет в глубину, потом возвращается обратно, верно? Идет на семерку, возвращается обратно и так дальше. То есть он идет сначала в глубь для поиска какого-то результата или перебора элементов, а потом возвращается все выше. И поиск в глубину называется depth search, то есть, если сокращенно, DFS. И также есть поиск в ширину. Баренька расскажу для тех, кто все-таки не в теме, что это такое. Это когда поиск будет идти таким образом. Но есть root, мы прошли root, такие, о, круто прошли. Теперь идем на пятерку. Прошли пятерку, посмотрели, да, работает. Нашли, что нам нужно, посчитали. А потом двадцатку. А потом в единичку, на семерку, тринадцать, двадцать. И получается у нас поиск в ширину идет, то есть сначала все соседние элементы, а потом только их дочерние проверяются. И такой поиск называется breadth first search, то есть поиск в ширину. BFS. Только чтобы перейти с пятерки на двадцатку, нужно через десятку возвращаться. Ну, сейчас мы это посмотрим. Как раз все мы говорим от этих поисков в ширину, в глубину. Давайте их увидим, как они вообще выглядят на самом деле, и попробуем их очень быстро реализовать и посмотреть, работает ли там. Для этого я по выринкому сделал нам структуру. Три нот, она у нас будет интовая. То есть неважно, какие у них там названия, значения, архитектура. Я понимаю, что здесь .NET комьюнити и куча критиков, но нам важно понять сам обход. И что мы можем? Мы можем принять само значение только, где left и right будут null. Это означает, что это какой-то leave, то есть последний узел. И можем принять left и right. Для чего я это сделал? Для того, чтобы мы... Так, я вот это все иначе убираю. Так, сейчас, секундочку. О, огонь. Так, я это сделал для того, чтобы мы быстро могли генерировать дерево и видеть, как оно выглядит. То есть у нас есть 21 в корне, 13, 9, left, right, left, right и left, right. То есть тут, в принципе, мы понимаем, как оно выглядит, верно? То есть если у нас будет 3, равняется generate 3. И вот у нас в 3 уже хранится это дерево. И попробуем сейчас сделать самый простой алгоритм поиска в глубину. Как думаете, как он работает? Что мне писать может поможет? Например, будем выводить значение. Так, ты сейчас обход хочешь сделать в глубину, правильно? Ну, соответственно, тебе надо брать постоянно левую ноду, пока она есть. И когда ее нет, в этой ситуации брать правую и опять от нее, соответственно, левую. Ну, это рекурсивный алгоритм обычный. О, огонь. Обычный рекурсивный алгоритм. Это мне помогло. Ну, окей. Есть ли нода? Да нет, я понял. Давай нод value выведем. А дальше, если у нее есть левая часть, тогда мы пойдем... Рекурсивно в этот же алгоритм немножко. Ага, это у нас bootnet. Не null. Да, не равно null. Тогда мы пойдем... Тут типа есть. Да, да. Так, write не равно null. Тогда мы пойдем внутрь, not write. В принципе, должно быть все. Ну, давайте проверим. DFS от нашего 3. Запускаем эту магию. А условия выхода? А зачем нам условия выхода? Мы пройдем и выведем все. А, окей. То есть, у нас есть 21 в корне. Правильно? Нарисовать его, чтобы наглядно было или нет? То есть, у нас левая часть больше правой. Да, у нас тут, наоборот, немножко вышло. Ну, у нас не поиск, а нам неважно. Ну, да, просто шо. Просто мы обходим. То есть, 21 в корне, 13-9 это child, 4-9 и 3-4, 8-8 это child других child. И, в принципе, мы пошли вниз. То есть, 21, 13, 4, потом на 9 перешли, потом вернулись обратно на 13. У него соседняя была тройка. Правильно? Тройка, потом 3-4 и 8. Вот поиск в глубину. Но самое интересное, это как, собственно, делать поиск в ширину. Геморройно немножко. Геморройно немножко. На самом деле, нет. Ну, похоже, нужно проверить, если сосед не рекурсивно. Нет, что рекурсивно, только с циклом еще. То есть, нам надо добавить консоль в redline. Давайте опять напишем. Правильно? Угу. Что такое? Так, а, у меня root тут уже. Root value. Честно говоря, я не встречал обход в ширину рекурсивный. Поэтому, если кто-то знает, может продиктовать. Попробуем. Я могу показать другой вариант. То, как это классический вариант обхода в ширину. Через фору пойдем проходить. А, нет, через фору. Мы можем написать просто два значения, правильно? Давайте попробуем объяснить саму идею обхода. Для того, чтобы обойти, нам понадобится еще одна структура данных, которая называется очередь. Все знают, что такое очередь. Что мы делаем? Мы кладем первый элемент. То есть, сюда элементы поступают, отсюда элементы выходят. И мы кладем первый элемент, нашу десятку, в эту очередь. И будем брать с этой очереди, рассматривать все элементы. И берем, например, десятку, что-то с ней сделали. И в очередь добавили ее child. То есть, добавили 5 и добавили 20. И получается, что мы сделали. Мы уже десятку вынесли, рассмотрели ее как-то, верно? И она нам уже не нужна. И следующий элемент, мы берем пятерку. И потом от пятерки добавляем сюда его child. То есть, сюда будет единичка. О, интересный вариант. А сюда будет семерка. И так дальше. И таким образом получается, что мы рассматриваем подряд все элементы. Попробуем. Попробуем. Угу. Так, у нас очередь в бутнете это q. И мы сразу сделаем в q какой-то метод nq. Наш root. То есть, сразу положим эту очередь. И дальше обычный цикл. То есть, это не рекурсивная формула. Что наш q.lens не равно нулю. То есть, мы идем, пока у нас что-то есть в этой очереди. Берем наш нод. Так, я вот эту прайдлайн уберу пока. Берем наш нод. Текущий. И говорим очередь. Нет, не так. Говорим очередь. Отдай нам этот элемент. Потом делаем вывод. То есть, как-то его обрабатываем. Value. И потом мы говорим, что если у тебя node.left не равно now. то тогда q добавляем туда node.left. Так, и здесь то же самое, только write. Угу. Получается, мы пройдем по всем элементам, добавим их в очередь. Пробуем. Так, где наш там. Так, 21. Смотрим, 21, 13, 3. Потом 4, 9, 3, 4, 8. Все верно? Все поняли, как это работает? Или объяснили? Да, да, да. Там, кстати, если поменять направленность, там просто меняется структура на стек. фуалом. Да, кстати, если мы сделаем здесь стек, интересная особенность этого. Так, стек сюда. Стек у нас немного другие методы. Что там у нас? Пуш. А тут у нас поп. поп. Так. Тут тоже push. Угу. Точно, push. И тут push. И еще интересно их вы. Упс. Поменять местами. Сейчас поймем, почему. И если мы запускаем такой алгоритм, то у него есть особенность, он опять превращается в нерекурсивный поиск в глубину. Угу. Угу. Так. Ну все. В принципе, теперь мы знаем, как работает наш поиск в ширину, поиск в глубину. И можем их быстренько реализовать. Поэтому нужно посмотреть что-нибудь потяжелее. Например, у нас есть такая сдача. Мы посмотрим, как она работает, но заходить ее это будет по вашему желанию. Например, у нас есть такая сдача. У нас есть какой-то набор чисел. Давайте я сюда перейду. Например, там 1, 5, 7, 3, 8, 4 и 2. И нам постоянно приходят какие-то индексы. То есть, например, left и right. Например, left ссылается на вот этот элемент, а right ссылается на вот этот. И нам нужно посчитать сумму, например, сумму на текущий момент этих элементов. То есть, задача чем-то напоминает ту, о которой мы говорили. Ну, по сути, это она и есть. Про логи. Вопрос, а могут быть невалидные input? Или мы пока это не рассматриваем? Не-не. Ну, конечно, они могут быть. И когда дизайнишь алгоритм, ты должен это все учесть. Но наша задача задизайнить его так, чтобы мы его поняли. А все edge case уже можно будет потом покрыть. Вот. И самое интересное, что эти запросы, они приходят постоянно разные. То есть, посчитаем мне от левого до правого сумму и очень часто. А могут, например, приходить не сумму, а найти максимальный или, не знаю, разницу или еще что-то. И еще что важно. У нас очень часто эти данные могут меняться. То есть, например, мы можем 3 поменять любой момент на 5. И первое, что нам приходит в голову, как такую вообще задачу сделать, это просто в лоб взять и посчитать сумму, верно? Что будет OATN. Верно. Да. Но OATN, это при больших объемах, это достаточно долгое решение. А если мы будем на UI дергать ползунки, то он будет тупить. И будет не очень красиво. Поэтому нам нужно сделать так, чтобы это было красиво. Есть такая классная структура, называется сегмент 3. Дерево отрезков. Строится она следующим образом. Например, это наши элементы. Дерево. Классно, он половину сделал кружочки, половины нет. И вот, например, каждый родительский элемент содержит в себе какую-то функцию агрегации двух дочерних. То есть, например, это может быть сумма. Давайте с суммой думать. Например, здесь элемент, который будет, это будет шестерка, потому что это сумма единицы и пятерки. Здесь это будет 7 и 3, это 10. 8 и 4, это у нас 12. И 2 и 0, это у нас h2. То же самое дальше. То есть это 16, а это 14. И в результате мы получаем 30. Вот. Если мы посмотрим, то у нас есть какой-то range. То есть это нулевой элемент, это первый. Ну, если с нашими индексами второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. И, например, если мы пойдем вверх к родителям, то мы посмотрим, что шестерка, то есть вот этот нот отвечает от нулевого по первый включительно, этот со второго по третий включительно, этот с четвертого по пятый включительно и с шестого по седьмой тоже включительно. Так, тут у нас нулевой, третий. А здесь у нас четвертый, седьмой. Ну и, соответственно, здесь у нас нулевой, седьмой. И теперь нам приходят, например, left и right. Например, единица. То есть там left и right. Так, некрасиво. Так, у нас есть left и right равняется range. Например, мы хотим посчитать с первого по, например, пятой сумму. Что нам нужно смотреть, чтобы красный range всегда входил внутрь вот этого зеленого range. И мы идем с рута дерева, то есть с самого-самого начала. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. И ищем те range, которые будут входить внутрь. То есть, например, с нулевого по седьмой он не входит с первого по пятый. Поэтому нам нужно рассмотреть его дочерние элементы. Так, тут у нас какая-то ложа. Сейчас я биленько вытру. Ага, не хочет. Ну ладно, будет так. Это же Microsoft. Так, с нулевого по седьмой не входит. Идем рассматриваем соседние элементы. Итак, с нулевого по третьей входит внутрь? Не входит, потому что ноль. Рассматриваем соседние элементы. С нулевого первого входит? Тоже не входит. Тоже рассматриваем соседний нулевой? Нет, нам не интересен, верно? Дальше мы берем первый. То есть, поиском глубину мы все смотрим. Итак, первый у нас входит, поэтому пятерку мы запомнили. Дальше рассматриваем соседний рейндж от шестнадцати. Это два-три. Два-три рейндж полностью входит от одного до пяти. Поэтому нам дальше идти нет смысла. И мы останавливаемся на нем. Так, четыре-семь у нас входит. Я у вас спрашиваю? Нет. Ого, не входит. Рассматриваем дочерний. А четыре-пять? Да. Да, четыре-пять вошел. То есть, мы его запомнили. И шесть-семь нам уже не нужен, потому что он тоже не входит. И вот мы остановились. По сути, обычно должно найтись как... Например, четыре элемента максимум может найти здесь. Что нам нужно сделать? Так это найденные элементы просто просуммировать. То есть, пять плюс десять плюс двенадцать, что равняется двадцать семь. Это и будет ответ нашей суммы. Сколько занимал работа этот алгоритм? По сути, нам нужно было спуститься... Ну, например, если максимум элементов это четыре будет, то нам нужно спуститься аж четыре раза по дереву вниз. А это... То есть, один спуск по дереву вниз — это его высота. В нашем случае это логарифм от N. То есть, это O. Логарифм от N четыре раза. А так как нам четверка ни на что не влияет, потому что мы смотрим асимптотическую сложность, это всего лишь O от логарифм от N. То есть, если у нас один миллион операций, один миллион элементов, то мы находим нужное нам значение всего лишь за двадцать с чем-то операций. Достаточно быстро. Это, собственно, тот алгоритм, с которого я выдумал задачу вначале. И понятно, что я его не буду реализовывать в продакшене. Возможно, он уже где-то есть реализован. Но именно он мне помог гуглить правильно. То есть, вот этот алгоритм поиска суммы называется range sum query, а само дерево называется дерево отрезков или segment 3. Круто. Реально понравилось. Да, классно. У нас остается уже маловато времени, поэтому я предлагаю рассмотреть еще одно дерево и заканчивать. Еще одна классная задача. Знаете, как автокомплит в гугле. У нас есть, например, какие-то слова. Сейчас я себе эти слова уже красиво записал, чтобы они у нас... Это про алгоритм расстояния Ливенштейна? Нет. Нет. Но если хочешь, я могу тебе дать слово. Окей, ну пока про задачу. Итак, у нас есть какие-то слова. Например, там cat. Нет, это не cat. Так, я эту штуку отключу. Например, canvas какой-нибудь. Can. Box. Как-то так. И мы все знаем, как в гугле выглядит автокомплит. Есть какое-то поле. Мы вводим туда первую букву, например, c. И он такое тебе подсвечивает. А у меня по твоему запросу есть cat и так далее. А потом мы вводим a, и он уже отсеял какие-то слова. Потом мы ввели n, и cat отсеялся. Правильно? И предположим, этих слов может быть очень много. То как нам решить эту задачу, если таких слов будет много? Проблема в том, что в худшем случае он будет работать за o от n, умноженное на сумму длин всех слов. И это очень долго. Поэтому есть классное решение, очень красивое, которое тоже может вас заинтересовать с точки зрения алгоритмов. Называется префиксное дерево. Оно же try. Смысл его в том, что у нас есть какой-то root, и неважно вообще, чем он занимается, у него просто root – это просто ссылка на все остальные child. И каждый child представляет какую-то букву. Например, если мы возьмем слово cat, то у нас будет c, a и t. И когда мы идем с root в самый низ, и какое-то слово заканчивается, то его как-то помечаем. Можно хранить это значение в самой структуре данных, но на картинке я просто звездочку нарисую. Если у нас, например, это canvas, то мы делаем вот так. То есть у нас есть canvas. И интересно, у нас есть еще can, то есть мы просто делаем вот так. То есть мы добавляем, говорим, что это конец слова. То же самое строится с буквой b. Что у нас там? Box. Так, говорим, что это конец слова. Дальше у нас есть bu и boom. Так, u и m. Конец слова, и это конец слова. Окей, и в чем же, собственно, профит такого? Профит в том, что мы очень быстро можем искать нужное количество слов. То есть, в принципе, мы можем искать, сколько слов на эту букву или начинаются на две буквы, там сколько, на какой-то терм. Мы можем искать за скорость от логарифм n. То есть, если у нас будет там миллион слов, опять же, 20 операций для того, чтобы найти все слова. Как мы просто ввели две буквы, например, c и a, и мы пошли, давайте зеленым, вниз до c и до a. И мы смотрим, что вот отсюда, это с нашего рута, сколько дальше звездочек будет в этом дереве. То есть, мы пошли, нашли одну звездочку, вторую, третью, все. А у меня вопрос. А мы можем один child, чтобы был child-дом нескольких парентов? Например, cat из t продолжить на box, cat-box, такое себе получится. Не зациклить, а зациклить. Ну, мы можем, но это уже перестанет быть деревом, потому что дерево не должно содержать циклов. И я не вижу, как мы от этого выиграем. Ну, у нас box, он будет... Размер графа меньше будет просто. Размер графа, кстати... Многосложные слова, типа как... Из того, что мы должны сказать, это модификация этого дерева. То есть, я забыл сказать про прошлое, что если мы добавим сюда какой-то, изменим элемент, например, 4 поменяем на 8, то нам просто нужно будет вернуться вверх и поменять все за логарифм от n. Пересчитать. То есть, не сильно много. И здесь, на самом деле, то же самое. Когда мы добавляем новое слово, никакой особо модификации дерева не нужно делать. Но вот проблемным уже становится... Нет, даже удаление тоже не проблемным. Мы просто, например, если нам box надо удалить, мы удаляем только вот эту часть. Но вот изменение этого слова, то оно уже как-то влияет на производительность. Если они у нас будут как-то связаны, не знаю, между собой... Например, где-то есть слово супер, да, также по дереву. А мы хотим там суперкет. Соответственно, букву R мы делаем парентом буквой C. Но вот если у нас... Уже существующий, а не новый, который опять же начнет супер, и все, что может быть супер, будет часть дерева повторяться. А, ну так ты говоришь не за автоконфликт, а за предактивный, вот, или как? Предугадывай, что ты хочешь следующим сказать. Предлагает, да. Даже мы начинаем строить искусственный интеллект. Я предлагаю просто... Окей, я понял, дима мне ответить. Да, ну, если вас смущает, сколько это будет памяти хранить, то делают очень часто. Ну, конечно, с условием того, что не будет изменений частых этого дерева, то объединяют какие-то слова уже в одну ноду, чтобы не двигаться по всем. То есть, если на промежутке этого нет никаких дополнительных слов, то их объединяют просто в одну ноду. Ну и, соответственно, поиск в таком алгоритме с объединением или без будет от логарифма н. Круто. Ну и построение дерева будет за о от н. Это тоже важно. И построение прошлого дерева тоже о от н. Окей, гайс, я думаю, что уже время подходит. У меня на самом деле осталось еще достаточно много тем интересных, И если это будет кому-то интересно, мы можем проголосовать в Фейсбуке и запустить еще один. И пойти дальше в графы, в жадные алгоритмы. В общем, все up to you. Подскажи два момента. Во-первых, как называется то, что мы сейчас смотрели? Так, вот это дерево в смысле? Да. Это называется try или префиксное дерево. Префиксное дерево. А подскажи еще, что ты читал последнее и самое интересное, и что ты советуешь почитать? Почитал в смысле про алгоритмы? Да. На самом деле классно в алгоритмах то, что там не нужно ничего читать. Есть очень крутой сайт. Кстати, вот я бы хотел с вами там еще задачу одну решить, но не судьба, видимо. Сайт называется LeadCode. О, его я знаю. Да. Чем он крутой, я для всех расскажу уже. Тут есть какие-то задачи, уже известные на сегодняшний день. Сейчас пробуем. В плане известных их решений. То есть, например, найти самую длинную paliandromic substring, то есть под строку paliandrom. Или решение судоку или еще что-то. Вы открываете эту задачу и выбираете язык программирования, на котором вы хотите решать ее. То есть, выбираем там C-sharp, например, если нам это удобно. И пишите здесь решение этой задачи. А сам по себе сама система, когда вы нажмете submit, она будет прогонять на ней тесты. У нее там в районе сотни тестов, например, или больше даже. Она дает какой-то input, засекает время, засекает память. Вам не нужно выйти за пределы памяти. И сравнивает ваш output. Если что-то не так, она говорит, вы упали на тесте 45. Ну и конкретно эта система говорит, какой был тест и почему вы упали. Или в wrong answer, или время вышло. И самое крутое, что решая эти задачи, вы наталкиваетесь на вещь, которую вы не можете решить. И вы начинаете гуглить, инвестигейтить. В некоторых есть solution с описанием. Но это в редких случаях. Тут повезло. Тут есть solution. Зная какой-то один алгоритм, вы открываете следующий. И уже базируясь на нем, можно как-то там решать дальше. Можно комбинировать там несколько алгоритмов. То есть там, не знаю, алгоритм Dijkstra и вот этот try для того, чтобы там что-то искать в матрице какой-то. Вот задачу, которую я хотел с вами решить, уже, наверное, не будем… Смысл был в том, что есть матрица, в ней есть слова. То есть такая матрица. Каждая клетка этой матрицы, в ней есть по какой-то букве. Там A, B, F, там неважно. И вся она заполнена какими-то буквами. И у вас есть какое-то слово, которое нужно найти, например, там тот же box. И… А найти имеется в виду, вы можете ходить от какой-то клеточки в разные стороны. То есть вверх, вниз, право, ли, а по диагонали, например, нельзя. И вам нужно ответить, есть ли в этой матрице слово box. То есть если накапливать, аккумулировать буквы. И это уже больше такой алгоритм с графами. И, например, если вам нужно будет много слов, то вы можете еще try сделать. Ну, в общем, там интересная штука. Так, я ответил на вопрос или ушел в какие-то дебри? Ответим. Угу, супер. Есть еще, может, вопросы? Кстати, по поводу алгоритмов, где учить, есть на GitHub материал, там, где парень готовился к Google собеседованию. Он учил алгоритмы разные. Он описывал, как он учил ссылки на все материалы, где он это изучал. В чат скинув там. Угу, спасибо. Есть у кого-то вопросы еще, комментарии? Наверное, нет. Тогда всем спасибо. Пишите, если будут вопросы. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо, очень интересно. Хотелось бы послушать вторую часть. О, отлично. Все, согласен. Все, тогда... Спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...